Исправительная колония в Прилуках 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 Психолог предлагает, как проявить волю, доказать себе, что проблема с алкоголем решена Исправительная колония в Прилуках Исправительная колония в Прилуках Исправительная колония в Прилуках Мы будем контролировать выполнение вашего договоренности. Да, это наши договоренности. В любой момент в процессе выполнения плана пара может обратиться к специалистам за советом, если что-то пойдет не так. После конференции паре дали три дня для общения в комнате на территории колонии. Юлия и Артем думают о том, что их ждет на свободе. Строят планы на будущее, как полноценная молодая семья. Наконец у них появилась надежда и уверенность в том, что все можно начать сначала. Мы так знаем, что нам делать дальше, после того, как она освободится, с чего начать, чтобы она сюда больше не попала. Она увидела пути решения, она поняла, что... она поверила, что будет хорошо. Так она только надеялась, что будет хорошо. А так она поверила, что будет хорошо. Именно на конференции Артем осознает, что он муж и отец, и от него зависит еще чья-то жизнь. И что самое важное в его жизни – это маленькая дочь. Он даже это не осознает, но она немножечко даже поменяла видение его проблем. Но мы показали им путь. Мы показали им средства, которые можно решить эти проблемы. И теперь уже от семьи зависит. Подхватите вы вот этот позитив, который здесь есть. Проблема моя была в том, что я употреблял алкоголь на свободе. И компания моя погана была. Но мы пришли до того, что я употреблял только с компанией, как был алкоголь. А мы пришли до того, что если поменять мне компанию, то сразу я и перестану. Я понял, что так, как раньше, жив я. По словам специалистов, которые проводят конференции, сегодня нет ни одного воспитанника в колонии, который бы не хотел провести такое мероприятие. Чаще всего они ставят вопрос о том, как не вернуться в места лишения свободы и определяют, что нужно делать, чтобы не повторить печальный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok